Здравствуйте товарищи! Сегодня мы присутствуем на митинге, организованном по поводу требований повышения заработной платы. Здесь представлены различные профсоюзы, различные политические партии. И сейчас мы берем интервью с работником Форда, Владимиром Ивановым, который работает на Форде водителем-погрузчика. Владимир, скажите пожалуйста, на митинге было выдвинуто требование роста заработной платы. И многие выступающие отметили, что рост заработной платы это не просто индексация, а это должен быть рост реальный, то есть выше инфляции. Как вот скажите у вас на предприятии происходит ли такой рост и довольны ли работники уровнем оплаты труда? Соответственно на заводе Форд уже последние года три инфляция совершенно никак не покрывается. Все это аргументируется тем, что кризис, автопром, продажи упали и завод во Всевышске выживает и еле-еле держится от того, чтобы не закрыться. В связи с этим, конечно же, реальные заработные платы не растет. В этом году было повышение на 5% и работодатель это объявил как все, что он может сделать. Соответственно, конечно же, это никак даже близко не приблизилось к реальной инфляции, которая сейчас у нас в стране. В связи с этим еще продолжались режим неполной рабочей недели, когда люди не получали своих реальных окладов, получали, конечно же, намного меньше, потому что рабочая неделя становилась меньше, часов закрывалось меньше, соответственно. Постоянные простои были в этом году, точнее в прошлом году и позапрошлом, что тоже, конечно же, безусловно влияло на заработную плату. Таким образом, мы видим, что даже 5%, которые вроде как поднялась зарплата, они совершенно никак не повлияли на реальное содержание людей. А фактически, наверное, и снизилось. Ну, а фактически с тем, что происходит у нас с ценообразованием, конечно же, и снизилось, потому что кварпаты у нас растут, продукты у нас растут, транспорт у нас подорожал, ну а мы держимся. Мы держимся, и вот из последних сил все, что мы можем выражать, вот сейчас свое мнение, чтобы нас услышали наконец, чтобы государство начало задумываться, ну не только о работодателе, как об организаторе того, что он дает нам работу, но и о том, что и о людях должны думать, что людям надо жить. Владимир, а как внутри предприятия работники могут повлиять на эту ситуацию? Проводятся ли у вас какие-то коллективные действия, выдвигаются ли какие-то требования совместные? Да, у нас проходили конференции от рабочих, ее представляли профсоюз, представлял ППО Форд и наш профсоюз МПРА, участвовали в переговорах и добились неких, конечно, результатов, но сейчас все-таки хуже, чем было года 3-4 назад, когда был сильный коллективный договор. В котором, между прочим, было прописано, что работодатель по колл-договору был обязан ежегодно компенсировать инфляцию плюс 1%. То есть вот это был рост? Да, это был хороший колл-договор, но потом, к сожалению, все это ушло. А почему не удалось отстоять его, не удалось закрепить, улучшить эти положения? К сожалению, единственный действенный способ на данный момент, тот, который могут работники осуществлять, это забастовка. Забастовка, остановка производства, работодатель начинает терять больше, чем он мог бы дать, если бы повышал зарплату. Так как сейчас спад производства, постоянные простои, завод не работает, завод сокращает людей, забастовка перестает быть актуальной. И получается, что, к сожалению, у людей не осталось больше никаких действенных методов. То, что мы говорим, стоим, да, то, что мы выходим с предложениями к работодателю, он нас не слушает, ему это совершенно неинтересно, потому что, наверное, нас законодательно не защищает государство просто-напросто. Все, что на диалог работодатель идет очень лениво, ему это не надо. Ну, я думаю, что от тех выступавших, кого мы слышали сегодня на митинге, мы слышали, что обращение, вот как представитель профсоюза летчиков говорил, что неоднократные обращения к правительству, они, наверное, не столь эффективны, как все-таки борьба непосредственно внутри предприятия. Если сейчас обстановка экономическая не позволяет эффективно применять забастовку, то, например, это же может резко поменяться, так как мы знаем, например, на Ниссане том же, да, недавно просто сказали, что вдруг все поменялось, нужен повышенный выпуск автомобилей, и давайте мы все будем работать с переработкой. Так ведь произошло? Да, так произошло, действительно, да. Там, получается, если я не ошибаюсь, пришел заказ на определенное количество автомобилей. То есть в связи с этим работодатель принял решение вывести людей на переработку, а обычные дни увеличить рабочий день на 2 часа. Ну, тут опять-таки все зависит от людей, люди на эти условия согласились. Их можно понять, потому что, когда человек в течение нескольких лет, да, то есть он очень сильно экономит, ему постоянно не выплачивают полную зарплату. К сожалению, когда работодатель кидает вот такую кость, человек, у которого кредиты, да, то есть мы все финансово очень сильно подвязаны. И поэтому люди сейчас вот боятся отстаивать свои убеждения, потому что боятся потерять работу в связи с тем, что сегодня я здесь стою, да, завтра скажут, а нафиг он нужен, мы его сократим. Люди этого все боятся, их можно понять. Вы же не зря член профсоюза. Ну, соответственно. Вы же знаете, что профсоюз не позволит безнаказанно обращаться. Профсоюз будет мне помогать восстановить мои права, если вдруг работодатель меня незаконно решит сократить. Это, конечно же, многого стоит. Ну, внутри себя надо просто перестать бояться того, чего не надо бояться. Но капитализм нас вот, к сожалению, прижимает вот таким вот образом. Люди перестают быть себе уверены. У нас люди начинают искать себе подработки. У них не остается даже просто времени подумать над этим, да, потому что люди-то, может, даже и не боятся, но они не размышляют над этим. Им некогда. Они заботятся о том, чтобы прокормить свои семьи. Зачем им идти на митинг, когда ему надо идти, чтобы ему выплатить кредит? Ему надо идти искать подработку, водить такси. Их можно понять. Все простые люди, да, то есть работодатель и капитализм будет этим пользоваться, пока не изменится эта ситуация, да, то есть. Ну, что вы пожелаете всем работникам на других предприятиях, которые также испытывают похожие трудности и также борются за лучшую жизнь, пытаются бороться? Ну, в первую очередь, как я, да, я, наверное, скажу, что надо думать об этом. Надо очень сильно размышлять, надо находить в себе силы, уверенность, не бояться работодателя, не бояться того, что он может тебя уволить. Надо изучать трудовой кодекс, пока еще он нас защищает. И надо выражать свое мнение. Обязательно надо выражать, чтобы его слышали. Надо искать соратников, которые будут вместе с тобой, на которых ты сможешь положиться в трудную минуту. И тогда мы, возможно, сможем изменить какую-то ситуацию для себя и для будущих наших детей. Спасибо, Владимир. Спасибо. Сейчас мы берем интервью у Дмитрия Юрьевича Шилова, монтажника радиоэлектронной аппаратуры в НИИ РА. Дмитрий Юрьевич, расскажите, а как на вашем предприятии решается вопрос с повышением уровня заработной платы работников? У нас на предприятии этот вопрос решается в основном за счет сверхурочных работ и работ в выходные дни. К сожалению, на какие-то действия коллективные народ идти не хочет. Так, в общем-то, слушают, понимают, кивают, но до каких-то действий это не доходит. То есть в основном решают все индивидуально этот вопрос. Кто сколько может. Работают вечерами по 12 часов и больше. Есть энтузиасты, но вот, к сожалению, такая ситуация сейчас, что люди решают этот вопрос, надеются только на себя, на свои силы. Ну, это вот свойственно, в общем, наверное, обществу нашему. Это даже не назовет, что они решают этот вопрос. То есть они просто, получая низкую заработную плату, пытаются улучшить свое положение просто за счет переработок. Да, за счет своего здоровья, здоровья, да, и времени, которое обкрадывается у детей, у семьи, это время забирается работодателям силы. Ну, в общем, в этом смысле, с одной стороны, конечно, людям не хватает знаний, знаний, опять же, знаний они не могут получить из-за того, что у них нет времени. Вот. Ну, тем не менее, работу ведем, разъясняю, ну, по мере возможности всем там рассказываю. Газеты наши тоже интерес вызывают, в общем. Вот. Также есть красные университеты. Ну, люди не уверены в успехе, вот, разрозненные. На мой взгляд, самая большая проблема, что нету коллективов, как такового коллектива, вот, как они были там в советское время, там, ну, и... Хотя даже в советское время уже вот эта борьба, то есть какое-то требование, ну, каких-то интересов своих, защита своих интересов, прав. Ну, в общем, государство как-то заботилось об этом, и функция профсоюза уже утратила такую свою боевую силу и значение свое, назначение. То есть в основном сводилось все к распределению, там, путевок, вот. И вот это, мне кажется, тоже, это вот ежедневенчество, оно оттуда еще вот берет это корни, что людей, ну, люди разучились бороться, то есть за свои интересы. Вот, и сейчас во многом в головах еще вот это вот... Ну, мы знаем, что есть зависимость такая, отставание, сознание от бытия, да. И, мне кажется, сейчас люди живут еще в Советском Союзе во многом, в головах своих. И не понимают, что сейчас другой закон, закон капитализма, где действует закон стоимости, и рабочая сила продается. Продается, а не как в Советском Союзе было. Вот. Был другой закон, закон потребительной стоимости. А сейчас закон стоимости, и чтобы продать свою силу, нужно организоваться. Потому что один, один ты никто. Чтобы продать по стоимости. По стоимости, да. Продать-то можно и за 3 рубля. Продать, да, да. Но так и получается, что люди продают за копейки, за копейки. И буржуазия в положении выгодном. Все средства информации, вся пропаганда, экономические рычаги, конечно, все в руках. Буржуазия, средства производства. Ну и у рабочих у нас нет другого, нет другого пути, как учиться, организовываться, объединяться. Вот в этом наша сила. А в одиночку, ну, это напоминает ситуацию, когда человек бежит по эскалатору, который движется вниз и пытается за счет переработок, выкладываясь там, ну, отдавая фактически здоровье свою и жизнь свою. Потому что ресурс-то у человека ограничен. Если человек больше работает, это значит, что он просто раньше умрет. И не даст своей семье то, что он мог бы дать. Если бы объединился с товарищами, выдвинули там требования свои решительные. История показывает, что если рабочие объединяются, то они добиваются. Добиваются своих интересов. То есть все зависит от организации и сплоченности, солидарности. То есть это все реально, все возможно, экономически обоснованно. И спасибо нашим интеллигентам, уважаемым ученым, которые представили свои работы экономические, где все это, в частности, золотов. Все это обоснованно. И шестичасовой рабочий день возможен. Я не буду повторяться, наверное, это уже говорили не раз, что шестичасовой рабочий день обоснован тем, что рост производительности труда, он непрерывен. Он идет даже в кризис. Даже в кризис идет рост производительности труда. Но все сливки достаются капиталистам. И даже если бы эти прибыли оставались здесь, в стране, но они же уходят за границу, поэтому нет развития у нас в стране. И в этом есть ответственность и работников нас. То есть, если бы мы эти деньги с прибыли, ну, хотя бы часть какую-то, малую часть, это небольшие деньги. То есть, увеличение зарплаты и уменьшение рабочего дня, это не такие большие деньги для, ну, в пропорции с прибылью. То есть, ну, если бы мы их получили, да, мы бы понесли их в магазины, там, и в сферу обслуживания, и, в общем, от этого выиграли бы все, и в том числе и капиталисты. Ну, вот этого понимания нету пока, такого массового. Я считаю, что нужно эту идею говорить об этом, вот о 6 часов в рабочем дне, все время говорить всем, говорить на работах, обсуждать это на рабочих местах, чтобы эта идея пошла в массы. Потому что, ну, люди, когда это слышат, это вызывает вообще какое-то, ну, непонимание. То есть, потому что действуют они в совершенно другом направлении, то есть, в направлении увеличения рабочего дня. А им, когда им говорят, что нужно, наоборот, уменьшать, ну, как бы, какой-то есть барьер такой психологический. Но в то же время, вот у нас на производстве в субботу люди работают 6 часов, 6 часов. Это очень интересно и выгодно. И, то есть, и люди с удовольствием, я вам скажу, вот с удовольствием идут в субботу работать, как на праздник. Потому что 6 часов без обеда, это, ну, в принципе, в принципе, всем нравится. Вот сама, сама эта идея психологически это, ну, не сложно, в принципе, не сложно. То есть, ну, это... Только просто в этом случае это все равно переработка получается в вашем графике, да? Да, да. Я к тому, что психологически это нравится, то есть, эта идея нравится. Вот работать, ну, это как до обеда, поработать и пойти домой. И если каждый день это сделать, да, ну, пусть даже с субботой, вот, пусть будет шестидневная рабочая неделя, по 6 часов с субботой, мне кажется, это было бы, ну, и без обеда. То есть, это было бы вообще замечательно. И, несомненно, и условия бы, условия бы, ну, для производительности труда были бы хорошие. И климат в коллективе, ну, в общем, все бы это способствовало и настроению хорошему, и, в общем, работали бы с удовольствием. И, зная, что ты отработал, и пойдешь домой, и заниматься своими делами, или, там, учебой, или, ну, развитием своим, вот. А что получается? А люди работают по 12 часов, ну, в итоге там, как бы, ну, во многом, там, время теряется, теряется. То есть, не на производство уходит, а там, на всякие чаепития, там, курилку, туда-сюда, это шатание, болтание, в общем. Ну, то есть, все равно это растягивается. Ну, это не нужно ни работодателю, ни рабочим, то есть, ни детям, там, ни семьям. В общем, это, все от этого страдают. Вот, так что, я поддерживаю требование, что 6-часовый рабочий день – это самое коренное требование, самое, его надо продвигать всячески его, говорить об этом, чтобы у людей это сознание отложилось, и чтобы они начали за это бороться. Это, ну, на мой взгляд, даже важнее, чем вот требование зарплаты. Вот, потому что, если будет 6-часовой рабочий день, тогда уже можно и о зарплате говорить. Ну, хотя говорить о зарплате никогда не вредно. Вот, и это тоже надо делать параллельно, и включать это все в договора. Ну, вот, 6-часовой рабочий день – это очень круто, и возможности такие есть. Все зависит от реализации, от сплоченности действий коллективных, знаний, уверенности в себе и в своих товарищах, в коллективе. Вот, так что желаю всем реализовать это, и я тоже буду участвовать в этом. Спасибо. Спасибо, Дмитрий Юрьевич. Иван Михайлович, вот вы только что выступали на митинге, посвященном вопросу повышения заработной платы работников. Вы призывали к тому, чтобы это требование выдвигалось, как требование, включаемое в коллективные трудовые договоры, причем не просто это индексация, а реальное повышение заработной платы, да? А как мы знаем, с помощью коллективного трудового договора трудящиеся могут бороться наиболее эффективным образом за улучшение своего положения, а главное оружие – это забастовка. А сегодня же от рабочих мы услышали такое мнение, что если на предприятии спад, в экономике спад, то забастовка перестает быть тем инструментом, которым рабочие могут воздействовать на работодателя, потому что работодатель якобы не боится никаких забастовок. И если вы хотите бастовать, бастуйте ради бога, а лучше вообще увольняйтесь. Вот как вы прокомментируете такое положение? Во-первых, конечно же, очевидно, что в эпоху развития производства, развития капитализма рабочим бороться легче, чем в эпоху, застойную в эпоху кризиса. Это понятно. Но и тем не менее, если мы посмотрим еще с 19 века, условия борьбы рабочих там были ничем не лучше, чем сейчас. Хотя сейчас мы знаем, что тогда индустриальная эпоха, только вот она восходила, а сейчас, якобы говоря, чуть ли не деиндустриализация и чуть ли не постиндустриальная эпоха, и рабочие вообще не нужны. На самом деле ситуация сейчас точно такая же, как и в середине 19 века. И точно так же, как и тогда, сейчас забастовка больнейшая бьет по работодателю. И хотя рабочим она в крайнем своем выражении грозит голодной смертью, но работодателю в абсолютном смысле убытки, конечно же, больше, хотя он и до смерти ему дальше, понятно. Но это тем не менее. Какие тут могут быть варианты? Во-первых, забастовка – это не просто прекращение работы и разбегание. Забастовки, вообще говоря, предшествует картина разворачивания коллективного трудового спора. Многие говорят, что это в соответствии с нынешним законодательством коллективные трудовые споры очень сложно организовывать. Там картина их разматывания, она якобы очень сражна, очень долговременна. На самом деле там ровным счетом ничего сложного нет. Я предлагаю ознакомиться с книгой Михаила Васильевича Попова и Константина Васильевича Федотова «Борьба за заключение коллективных договоров, соглашений». Не все эти процедуры подробнейше расписаны, и ничего в них сложного нет. И более того, в каком-то смысле они даже и хороши, потому что в ходе накатывания вот этого трудового спора, даже на ранних стадиях, когда приглашаются арбитры, посредники, проводится арбитраж и так далее. Все вот эти подготовительные процедуры, они с одной стороны позволяют работников настраивать на забастовку, а это процесс инерционный, а с другой стороны они очень сильно треплют нервы работодателю. Вот это разворачивание коллективного трудового спора, забастовка в становлении – это сильнейшее психологическое средство воздействия на работодателя. И вот прошли все вот эти стадии, и выходим непосредственно на прекращение работы. Значит ли это, что надо разбегаться по домам и дома сидеть? Ни в коем случае это не означает. Прекратили работу на час, но тут желательно на какое-то время прекратить, потому что, во-первых, это как бы граница забастовки отсекается, ну и потом этот час, конечно, надо использовать для того, чтобы про бруборги в цехах выступили, поговорили, обсудили, рассказали работникам лишний раз еще. И эти вот мини-митинги такие в цехах, они позволят дополнительно настроить работников. А после этого забастовку можно через час приостановить. И приостановить на неограниченное время. Что даст вот такое состояние приостановленной забастовки? Во-первых, это рабочие держат за горы работодателя. Ведь теперь без всяких процедур в течение трех дней, уведомив за три дня, они могут взобновить прекращение работы. Но даже не это главное. В период коллективного трудового спора длящегося, а длится он может годами, нельзя проводить сокращение, нельзя проводить реорганизацию. И особо записано, специальная даже статья есть в Кудовом кодексе, запрещение рокаута. То есть запрещено проводить рокаут, то есть это увольнение от сотрудников, закрытие предприятия на период забастовки. Это строго запрещено, и на это прямо указывает Кудовой кодекс. То есть вот в то время, когда работники находятся в состоянии, когда предприятие находятся в состоянии коллективного трудового спора, работники и предприятия в ЦРО, оно защищено броней от произвола работодателя. А что касается трудового процесса, трудовой процесс идет, и, как правило, работодатели становятся более уступчивыми, зарплата платится в полном объеме, и, в общем-то, в таком режиме можно существовать неограниченно долгое время. Поэтому я бы призывал всех работников разворачивать коллективный трудовой спор и жить в условиях существующего коллективного трудового спора. Ну вот это и есть, имеется в виду под забастовкой. Спасибо, Иван Николаевич.